Сегодня хочу поднять тему, что на самом деле дают нам деньги. Сразу же честно и открыто говорю, что посвящаю данный эфир своему мастер-классу, который состоится 28 сентября, тоже буду ввести его отсюда, и в котором я хочу поднять такую тему, собственно, даже не то, что поднять такую тему, в котором я хочу дать вам такую выжимку-концентрат мощного пинка, каким образом увидеть деньги, которые находятся вокруг вас сейчас, каким образом увидеть те возможности, которые вы не используете, каким образом пробудить себя и дать себе такой концентрированный укольчик. Знаете, вот как укол адреналина, когда раз, и в один момент вводится в тебя инъекция, и все становится на свои места. Меня вообще всегда поражала вот эта история про то, каким образом в один момент с помощью каких-то лекарственных средств нас можно вывести в одно или другое состояние. Я, естественно, задалась с изучением того, а можно ли таким же образом достаточно быстро увести нас в состояние счастья, в состояние финансов и так далее, и так далее. И вот я вам могу сказать, что поскольку я человек, который изучает то, каким образом наше мышление, наше внутреннее вибрация, наше внутреннее состояние влияет на нашу реальность, и могу вам сказать, что влияет на самом деле напрямую и очень мощно, я и решила провести, в общем-то, этот мастер-класс. Но для того, чтобы, естественно, показать вам, что этот мастер-класс вам очень нужен, я хочу вам сегодня показать немного ценность самих денег, потому что очень часто люди говорят мне такой, спрашивают такой вопрос, Оль, вот почему я не могу как-то замотивироваться на деньги? Вроде бы как я хочу заработать денег, вроде бы как я ищу ответы, как их заработать, вроде бы мне это нравится, но вот почему-то у меня не получается. И вы знаете, самый вообще ключевой момент, с которого все начинается, это, собственно, идентификация, что такое деньги для меня, что деньги вообще мне дают, для чего они мне нужны. Давайте сегодня этот момент с вами рассмотрим. Потому что первое, безусловно, то, что вроде бы как понятно, что деньги дают мне свободу, да, если бы вот напишите, что вам дают деньги, обсудим с вами эти моменты. Ну, я такие ключевые моменты скажу, да, что обычно мы отвечаем как? Деньги дают мне свободу, деньги дают мне возможность купить машину, деньги дают мне возможность, значит, там, куда-нибудь поехать. Ну, вот видите, я, в общем-то, не очень, да, экстравагантна, вот, свободу. Но мы говорим эти слова, и ровным счетом под этими словами у нас ничего не вспыхивает. Я хочу, чтобы вы запомнили первый очень мощный, крутой инструмент, который должен у вас быть. Это визуализация. Если вы называете какие-то слова, или если вы слышите какие-то слова, если вы читаете что-либо в книге, и у вас это не вызывает какой-то яркой, крутой картинки, которая буквально засаживается в вашу голову, то эта картинка ровным счетом, точнее, эти слова ровным счетом не имеют никакого удовольствия, читая ваши слова, не имеют никакого смысла. Если вы говорите «свобода», «уверенность», вы ничего за этим не, у вас ничего за этим нет. Например, вот Лиля пишет слово «свобода». Вот, Лиля, я вам скажу, в каком случае свобода для вас была бы действительно мотивирующим фактором. Если вы живете с мужчиной, который вас содержит, который вас при этом унижает, который вас при этом всячески, да, проявляет к вам абьюзивные какие-то вещи, вы понимаете, что вы несчастливая женщина, что вы проживаете свою жизнь рядом не с тем человеком, который вас там давит, убивает, возможно, у него есть рукоприкладство, вы не можете нормально общаться со своими друзьями, вы не можете ходить на работу. В этом случае вы понимаете, что вы находитесь с ним только потому, что, например, у вас нет никакой возможности от него уйти, что бывает крайне редко. И вот в этом случае для вас деньги будут подразумевать свободу. И когда вы будете говорить свобода, вы будете это говорить не как красивое слово, а вы будете в этот момент видеть то, что вы больше не живете с этим человеком. И для вас эта свобода будет иметь гораздо больше смысл. Возможно, у вас так и было, я просто говорю о том, что каждое слово, вот которое понятие, которое вскрывается в каком-то сочетании букв, должны быть для нас визуализированы. Когда-то давным-давно, в 2000, если я не ошибаюсь, в 2007 году, я очень сильно захотела машину. Захотела машину я, конечно, не просто так. Я всегда хотела машину. Я всегда хотела машину, мы все хотим машину. Если я спрошу любого человека, хочешь ли ты свою собственную машину, конечно, скажут, да. Мне тогда было 23 года, и я захотела машину. Кто-то, кто меня давно знает, знает эту историю, кто нет, я вам расскажу. Машину я захотела не просто так. Машину я захотела потому, что у моей подруги, которая была младше меня, ей было порядка 20 лет тогда, вдруг появилась машина. Вот когда я увидела, что у моей подружки реально появилась самая настоящая, реальная, новая машина, вот тогда я захотела машину. Знаете, чем отличалось мое хотение автомобиля вчера и в этот день? Вчера я просто думала о том, как прикольно было бы иметь машину. У меня не было прав, я не училась в автошколе, я ничего для этого не делала, и я думала, что когда-то у меня, конечно же, будет машина, потому что я ее хочу. Но когда я увидела машину своей подружки, я, естественно, захотела такую же машину, такую же машину, я уже знала, какие у нее дверцы, я тут же узнала, сколько она стоит, и пока я ехала в маршрутке, в которую я села, когда увидела автомобиль своей подруги, она сказала, сюрприз, я села в маршрутку на одной станции, мне надо было ехать порядка 15 минут до метро вокзальная, я помню это как сейчас. Уже в этот момент я ехала и вспоминала, где я видела автошколу, потому что у меня тогда не было еще айфона, где я видела, на каком заборе у себя на районе надпись автошкола, я знала, что я сейчас вспомнила, что я видела автосалоны на станции метро Петровка, что сейчас я там выйду и пойду узнаю, сколько стоит машина, узнаю, как можно взять кредит, и я уже мысленно считала, сколько месяцев будет в автошколе мне, в каком месяце я смогу взять машину. У меня не было денег от слова совсем на машину, у меня была зарплата и был год кредита, который я взяла перед этим на матрас, но я уже четко знала, какая машина у меня будет, когда она будет, я понятия не имела, как она будет, и когда я приехала, на одной станции я вышла, я узнала, сколько стоит эта машина и условия кредита, затем я доехала к себе домой на маршрутке и долго ехала, мне порядка полутора часов было ехать вот этот путь, я вышла, вспомнила, где я видела автошколу, прошла два дома, два квартала, узнала стоимость автошколы, напоминаю, интернет еще не был столь распространенным, и у меня не было носителя, узнала, сколько стоит автошкола, пришла к маме домой и сказала, мама, мне очень нужны деньги на автошколу, потому что я покупаю машину, понимаете, да, смысл, я покупаю машину, мне нужны деньги на автошколу, вот, и я записалась в автошколу, стартовали занятия с понедельника, это была пятница, и с понедельника я пошла в автошколу, и я точно знала, какая машина у меня будет, сколько она стоит, только я не знала одного, где мне взять деньги. Вот я хочу, чтобы вы понимали, что в этот момент у меня был четкий план в голове, четкая картинка и четкое представление. В следующий раз, когда я встретилась с подружкой, попросила ее сфотографироваться с этой машиной, вот, повесила себе эту картинку и уже твердо знала, что этот автомобиль у меня будет. В сентябре я взяла эту машину, не спрашивайте вообще, как это все происходило, я где-то там об этом когда-то рассказывала, даже снимала видео, но я говорю вам о том, что на самом деле, да, вот первый такой момент, то, что скрывается для вас за словом деньги, да, там, свобода, удовольствие, машина, квартира, отношения, это обязательно сработает, только в том случае, если у вас будет очень четкая картинка, что это для вас значит, и вам по-настоящему должно этого хотеться. Я называю это упражнение раздрочить себя, уж простите. Раздрочить себя, это означает найти то, что меня конкретно зажигает. Не то, что я хочу красивую жизнь, я хочу путешествовать, а то, блядь, что меня просто раздрачивают, то, без чего я не могу жить, спать, я реально очень сильно этого хочу. Когда-то у меня была такая история, я вот сейчас смотрю на свою кровать, с матрасом, когда у меня очень сильно болела спина, и я выбросила свой диван, французскую раскладушку, у меня была, я жила еще тогда у мамы, я выбросила, оставила поролон, который на французскую раскладушку кладется, значит, положила его на пол, вот, и сказала, что я буду спать теперь на полу, пока я не куплю себе кровать. Я, у меня тогда была зарплата около 1000 долларов, это был тоже 2007-2006 год, 2007, наверное, год, вот, я пошла изучать, значит, какие бывают кровати. Я узнала, тогда впервые я узнала, что кровать и матрас, это две разные вещи, что, оказывается, есть кровать, сама конструкция, а есть матрас. И вот, когда я нашла кровать, которая мне нравилась, там, с мягким изголовьем, она там стоила порядка, там, 1200 евро, но потом я нашла матрас, который стоил тоже 1400 евро. Это были для меня фантастические суммы, я вообще не подозревала даже, что это может столько стоить. Я пошла искать более дешевые матрасы, и, естественно, как это часто бывает, когда ты начинаешь что-то очень классное сравнивать с менее классным, я в какой-то момент поняла, что мне нужен именно этот матрас. Тогда я пришла к своему продюсеру и сказала ему о том, что мне нужно деньги от него, получить такую-то сумму, чтобы он у меня там по половине зарплаты каждый месяц вычитал. Я понимала, что я не могу жить на целую зарплату, мне не хватало этих денег катастрофически, но, тем не менее, я понимала, что я все равно выживу, скорее всего, я не умру, вот, а так у меня будет матрас. И так вот началась, как бы, моя история дорогой элитной жизни, как я называю. Но что произошло? Я очень сильно его захотела. Я его захотела, я его пошла, я везде это видела, я выбросила свою кровать, то есть я очень четко для себя этот вопрос определила. Поэтому первое, что я хочу вам еще раз сказать, это то, что когда вы не можете заработать денег, это значит, что вы себя недостаточно раздрочили, да, то есть это значит, что вас устраивает та жизнь, которая у вас есть, что вы, в принципе, пока не амбициозны, что что-то, что-то не то. То есть вот, вот обязательно найти для себя нужно то, что меня будет поистине зажигать. Зажигают нас два момента. Первое, нас зажигают деньги, как сами деньги, потому что за ними стоят наши возможности, да, какие-то материальные. Второе, нас зажигает момент амбиции. Очень часто человек уходит в развитие, потому что он очень амбициозный, он хочет дорогую машину, потому что он амбициозен и не может себе представить, что он ездит с людьми на вонючем транспорте, что там воняют люди. Это тоже история про меня, потому что мне воняли люди, у них были вонючие подмышки, у них была нестиранная одежда. Я совершенно девочка, не каких-то там золотых кровей, но меня реально это сильно бесило, бесило настолько, что я была готова делать все, что угодно, только бы не ездить с этими людьми. Я называла людей плебеями, и вообще не знаю, откуда во мне эти были, конечно, забавные замашки, но я истинно считала, что я королева, и сразу королева, я обязана сесть за руль автомобиля своего, и значит, я обязана найти возможность, чтобы я это сделала. То есть вот это очень важный момент. Вот да, вы пишете, что раньше, когда хотела, получала, потом жопка, а потому что потом перестала хотеть, потому что потом уговорила себя, что лучше и так нормально, лучше я поспокойнее, лучше я не буду чего-то делать, лучше я еще чего-то, то есть ты себя, «Привет, моя Наташечка любимая», ты уговорила себя к тому, что и так ок, мы можем себя уговорить на что угодно, мы можем себя уговорить, что чувак, с которым мы живем, он нормальный, мы можем уговорить себя на то, что жопа твоя не такая большая, мы можем уговорить себя на то, что у кого-то еще хуже, что не так уж у меня все и плохо, мы способны себя уговорить на что угодно, это надо понять, мы способны, Просто вопрос главный, который надо себе задать, надо ли мне, нахера мне это надо? Вот прямо если вы себе можете откровенно ответить на вопрос, нахера вам это надо, то окей, а если не можете, если понимаете, что вы просто трусиха, да, как говорила моя бабушка, сцикло, вот ты просто сцикло, она говорила дедушке, ты сцикло, вот если вы можете себе сказать это, то ок, да, ну я сейчас называю вещи своими именами для того, чтобы мы с вами вот это не сидели там, да, не хрохорились, вот какие мы все приличные. Значит, задача зажечься, понять. Итак, что на самом деле дают деньги? А теперь давайте представим себе следующую картину. Мы поняли, что они дают нам, да, если мы чего-то захотим, то мы можем, наверное, это, зарядиться на это, мы можем начать как-то двигаться, и нам надо себя, как сказала великолепная Оля Ермилова, раздрочить себя, да, раздрочить. Но давайте представим следующую картину, давайте представим, что вы себя раздрочили. Вот вопрос, как это сделать, следующий вопрос, об этом мы будем говорить на мастер-классе. А вот давайте представим себе, что мы раздрочили себя, и у нас появляется там, неважно, автомобиль, квартира, или мы уехали путешествовать, вот захотели, вот купили билеты, уехали куда-то. Или мы, у нас появились возможности, да, мы можем отдать своих детей в частную школу, мы можем себя отвезти куда угодно, мы можем покупать себе то, что мы захотели. Теперь скажите, пожалуйста, представьте себе себя сегодняшнего и себя того, который сделал то, что он захотел, да, неважно, машина, квартира, путешествия, возможности, как вы говорите, свобода. Как вы считаете, давайте только быстро отвечаем, как вы считаете, вы поменяетесь как человек, вы поменяетесь как личность, если вы из той точки, в которой вы находитесь сегодня, вы получите то, что вы пожелали. Вы как человек поменяетесь? Поменяется ли ваша, ваш характер, поменяется ли ваш внутренний стержень, станете ли вы более сильным, более ярким, более интересным, более целеустремленным, более уверенным в себе? Так, Алиса считает, что да, доктор Кадирова тоже считает, что да, Лиля тоже считает, что да, и Наташа считает, что да, да. Алиса считает, что нет, вот, Ян считает, что 100%. Я согласна с большинством в данном случае, потому что да, потому что 100%. Когда мы начинаем чего-то добиваться, вот смотрите, даже очень простой момент, я сегодня лежу на кровати, и такая не очень себе нравность. И тут я смотрю на себя в зеркало и думаю, фу, блин, Ермилова, бле на тебя, хочу быть красивой, хочу быть подтянутой, пойду в зал. Думаю, бля, пойду в зал, это же мне надо теперь вставать в какое-то другое время, в день. Раньше зал у меня не помещался, а сейчас должен поместиться. Это мне нужно ходить на тренировки и не пропускать, это мне теперь надо за своим питанием следить. Что мне нужно включить? Смогу ли я это сделать, если я не включу дисциплину? Ни хера не смогу. Если я не включу силу воли, ни хера не смогу, потому что если я не включу силу воли, контроль и дисциплину, как минимум, я не буду ходить на тренировки, или я не буду там работать, или я буду все время находить какие-то причины. А если я подключаю такие качества, как сила воли, дисциплина, контроль, вы считаете, что можно это включить, например, да? Я стану дисциплинированной в чем-то одном, а во всем остальном не буду. Так не бывает, так не бывает. Если вы включаете, подключаете новые навыки, вы начинаете быть дисциплинированными. Вспомните, вы, например, начали вставать в 7 утра, а ваши близкие продолжают спать так, как они хотели. Вы что, не будете их доставать? Вы не будете им говорить, почему ты спишь столько, почему ты так делаешь? Когда вы начинаете правильно питаться, вас не бесят ваши близкие, которые продолжают жрать так, как жрали. Вы, безусловно, начинаете им вставлять свои 10 копеек, потому что вы начинаете говорить, ребята, посмотрите, зачем вы это делаете? Или ваша подружка, которая по-прежнему сидит в Макдональдсе и обжирается, и она говорит, блин, как тебе повезло, Илона, вот, как тебе повезло, Илона? Вот вы говорите, Илон, что нет, ты вот, блин, худеешь, а я толстею. А Илона такая сидит, водичку попивает и морковкой заедает. Она говорит, Илон, тебе так повезло вообще. А Илона говорит, да мать твою, ты бы перестала эту дрянь жрать. Я знаешь как, я тренируюсь, блин, я перестала это есть, я все время себя контролирую, я слежу за питанием, я делаю то-то, то-то. Она говорит, не, Илон, ну я так не смогу, Илона говорит, ну не сможешь, ну тогда ты и будешь такая жирная, как ты есть, ты думаешь, что мне просто повезло, потому что мы начинаем себе прорабатывать новые моменты. А теперь скажите мне, пожалуйста, разве не в этом настоящий кайф денег, разве не в том кайф денег, что пока мы идем с точки А в точку Б к своей цели, мы меняемся, мы прививаем к себе новые качества, которые у нас самих начинают прежде всего вызывать к себе уважение. Потому что первый наш, не знаю, судья, первый наш оценщик, это мы сами, мы сами начинаем себя уважать. Мы часто говорим, почему меня другие обижают, почему я, да потому что, когда начинается работа над собой, когда ты понимаешь, что ты над собой проводишь колоссальную работу, ты начинаешь себя уважать. Ты понимаешь, что и раз я смог сделать это, раз я смогла заработать себе на машину, например, или раз я смогла сделать так, чтобы мой доход был таким-то, то какого хера, например, я должна строить там отношения с мальчиком, который меня там обижает, который там называет меня дурой, который мне сегодня позвонил, а завтра не позвонил. Или почему я должна строить отношения с мужем, который говорит мне там, что я глупая идиотка, которая от него зависит. Да ты чего, чувак? Да я, извини меня, ты глупая идиотка ровно до тех пор, пока ты себя не уважаешь, а не уважаешь ты себя ровно до тех пор, пока ты ничего не делаешь, пока ты сама у себя уважение не вызвала. Потому что да, мы говорим о безусловной любви, надо себя любить и принимать. Но знаешь, когда ты сидишь такая, например, жирная, ужасная, да, ну я к примеру говорю, и понимаешь, что это ты с собой это сделала, ты свое тело в это превратила. Это не кто-то с тобой это сделал. Ты понимаешь, что, блин, у тебя начинается самобичевание, ты говоришь, я не могу себя уважать, я себя не люблю, зачем я с собой это сделала? И ты находишься в статусе бээ. Когда ты сидишь и понимаешь, что, блин, ты детям своих не то что в частную школу отправить не можешь, ты в государственный детский сад отправить не можешь, ты шмотки им купить не можешь, у тебя слово «школьный базар» вызывает ужас, потому что надо тратить на тетрадки, линейки, на рюкзаки, на какую-то одежду. И это все не несет в себе уважения. И тогда твой муж говорит, что ты дура, твой начальник говорит, что ты дура, твоя мать говорит тебе, что ты бестолочь, блин, никогда ничего не соображала. И самооценка на нуле, на нуле. И тогда мы позволяем всем остальным с собой что-то делать. Когда мы начинаем зарабатывать деньги, развиваться и использовать возможности, деньги – это последнее, что мы получаем. Первое, что мы получаем – это уверенность, это отсутствие страха, это контроль над своей жизнью, пониманием того, что я способна, я могу, мне не так страшно, я больше не завишу от мнения других, потому что я сама за себя могу отвечать. Как ни крути, мы сегодня с вами живем в материальном мире, мы не можем от этого отказаться, больше нету истории про то, что он убил мамонта, а ты его готовишь. Сегодня ты должна понимать, что он сегодня убил мамонта, завтра он может убить тебя. Хер знает, что будет в голове у твоего мужика, это первое. Второе, мы сегодня очень активно развиваемся сами, мы сегодня сами выбираем, быть нам с мужчиной или нет, в каких отношениях мы хотим быть. Мы сегодня хотим познавать себя, женщина очень меняется, женщина нового тысячелетия – это совершенно не та женщина, которой была наша мама, совершенно не та женщина, которой была наша бабушка. Мы сегодня другие, мы становимся более смелыми, мы становимся, мы выворачиваем себя наизнанку, мы хотим себя познать, мы хотим ответить на вопрос, что я чувствую, мы больше не хотим раздвигать ноги и давать секс, мы хотим получать удовольствие от этого секса. Мы хотим сегодня знать, что мы находимся с партнером, который сегодня меня понимает, принимает, который готов давать мне возможность развиваться, а не который, сука, вечно на меня орёт и говорит мне, что делать, почему я это должна или не должна, и постоянно меня во что-то ввязывает, только чтобы я ему в чём-то отвечала, и от этого зависела. Все ведь устали от этого. Почему в последнее время тема абьюза стала такой серьёзной? Потому что практически каждая девочка увидела себя в абьюзивных отношениях, и если её мужчина её не пиздит, слава богу, да, то её мужчина находит что-то другое, психологический контроль, и это мы. Почему? Кто находится с абьюзером? Жертвы. И мы, практически каждая из нас взяла модель жертвы от своей матери, от своей бабушки, потому что это была классическая модель. Классическая модель жертвы. Мы постоянно пытаемся подстроиться, понравиться, а абьюз тогда и взращивается. Абьюзер, как говорит моя Наташа, не знаю, есть она сейчас или нет, абьюзер – это человек, который чувствует слабость. И как только мы становимся слабыми, а нас учили, что женщина должна быть слабой, абьюзер проявляется. Не ходи с подругами, ты это не делай, почему ты это не делаешь, что? Мы это закрываем разными названиями. Мы говорим о том, что это любовь, мы говорим о том, что это забота. На самом деле мы все находимся, практически все, в созависимых отношениях. Мы все подбираем слова, какие сказать, мы все ревем в подушку, мы все друг друга ненавидим. И мы устали от этого, что самое главное, мы устали от этого. И если раньше это была нормальная модель семьи, стерпится, слюбится, ты должна поддаться, отношения по-другому не бывает, мы все должны друг другу, то сегодня нормальные девочки устали от этого. Но до тех пор, пока мы не зарабатываем, до тех пор, пока мы не чувствуем себя сильными, пока мы сами себя другими словами не уважаем, до этих пор мы находимся в состоянии, когда нами легко манипулировать, потому что мы чувствуем себя зависимыми, мы чувствуем себя никчемными, мы часто являемся мамами, мы боимся за своих детей, потому что надо сохранять семью, и у нас совместные деньги, и у нас совместное то, и я не готова. Так вот вопрос денег сегодня это не вопрос новых шмоток, вопрос денег это сегодня вопрос уважения к себе, а уважение к себе дает нам возможность выходить из ненужных отношений, разбираться с этими отношениями, создавать эти отношения заново как личность. До тех пор пока вы находитесь в состоянии неуважения к себе, вы не можете ничего создавать, вы все время находитесь под колпаком, вы все время лучок, луковичка, которая варится в чужом борще и вас достают из борща, обратно бросают, решают, что с вами делать. Поэтому я хочу, чтобы вы осознали простую вещь, деньги находятся повсюду и сегодня возможность заработать денег огромная и вы ее не видите, потому что ваш мозг настроен на другое. Так вот я хочу показать вам 28 числа, где находятся деньги и почему вы можете их получить сегодня в той ситуации, в которой вы находитесь, как настроить себя на эти деньги и почему вы их сейчас не видите. Я хочу, чтобы вы сейчас прямо осознали одно, деньги вам нужны и они нужны вам не только на машины, квартиры, путешествия и новые шмотки, они вам нужны для того, чтобы вы могли дышать, они вам нужны для того, чтобы вы могли быть хозяйкой своей жизни, они вам нужны для того, чтобы вы начали себя уважать, любить и ценить, чтобы вы приобрели новые навыки и качества и вы понимали, что без этого, ну что с этим не любить себя нельзя, потому что вы особенная, вы особенная. женщина, которая развивается, строит, женщина, которая идет вперед, женщина, которая не боится, женщина, которая сама выбирает отношения, которая вступает в отношения, как равный партнер, не потому что она боится остаться одна или она будет скоро не в детородном возрасте, или ее больше никто не возьмет, или у нее грудь опустилась после кормления, или женщина, которая знает себе цену, потому что она строит свою жизнь. И я хочу, чтобы вы это для себя осознали. Поэтому на этой замечательной ноте я надеюсь, что вы усвоили главные моменты. Я не буду делать этот эфир сегодня долгим. Я вас приглашаю на мастер-класс. Он состоится 28 числа. Ссылочка на него есть у меня в директе, пожалуйста. Вы можете перейти по ссылке и оформить участие в мастер-классе. Стоимость на сегодняшний день абсолютно смешная. Она есть только по одной причине. Потому что когда нам что-то дают бесплатно, мы просто забываем об этом. Мы не приходим, и у нас есть основания это пропустить. Я не хочу, чтобы вы это пропустили, потому что это будет важно. Я дам вам дозу денежного адреналина. У вас откроются глаза, и вы увидите, где находятся деньги сейчас. Вы захотите их получить. Вы начнете действовать и осознаете, что деньги на самом деле – это не сложно. Сложно – это включить себя и увидеть их. Потому что мы сфокусированы на огромном количестве вещей. И тем более тогда, когда мы находимся под гнетом долгов, проблем, каких-то отношений. Нам просто не до этого. Но если я вам прямо сейчас скажу, найдите у себя в комнате красный цвет, красный цвет. Вот прямо сейчас посмотрите, что у вас есть красного. Вы увидите это. Хотя, если бы я попросила вас с закрытыми глазами сказать, что у вас есть в комнате красное, вы это не увидели. Правило фонарика. Куда светим, то и получаем. Я хочу посвятить вам на деньги. Поэтому 28 числа, друзья, я вас жду. Я буду вам признательна и благодарна, если вы под этим видео оставите свой комментарий. Уж вот отблагодарите и меня в том числе. Я надеюсь, что и сегодняшний укол вы получили. И, девочки, нужно метить в себя. Нужно метить в любовь к себе. Мы всегда любим за что-то. Безусловно, любовь звучит хорошо, но мы любим за что-то. И себя мы начинаем любить и ценить тогда, когда мы понимаем, что мы работаем над собой. Мне и есть за что себя любить. Я сильная, я классная. И я строю свою жизнь для того, чтобы выбрать для себя достойного классного партнера, а не идти в подметки кому-то, кто тебя унижает, обижает, обесценивает и пытается на тебе в чем-то отыграться. Обнимаю вас всех и жду на мастер-классе.